Как оказалось, стоимость загранпаспорта зависит не только от скорости получения этого документа, но и от ловкости и запретательности тех, кто занимается его оформлением. Предприимчивые чиновники разработали схему, с помощью которой легко вытягивают деньги из карманов простых одесситов. Одесса под контролем решила пройти тяжелый и недешевый путь получения заграничного паспорта. Как и полагается, мы изучили все необходимые нормативные акты и постановления, узнали, что по закону оформление этого документа обойдется в 170 гривен. Вооружившись необходимой суммой, отправляемся в Главное управление миграционной службы в Одесской области, на Преображенскую 44. Там милая женщина-вахтерша отправляет нас в государственное предприятие документ на Жуковского. У нас заправляете пакет документов с вашим паспортом на Каевский или институционным кодом. Потом идете во дверь на Преображенскую 44, это через дорогу все раздавали. Да, на втором этаже там оплачиваете парки, на первом этаже, в первом кабинете подаете документы. И все. И все. И на месте вас там фотографируют в электронном виде. Скажите, а что, сколько оплачивать? Расценок у нас нет, все расценки в банке. Функции государственного предприятия документ, по сути, сводятся к двум вещам. Первое. Они делают копию вашего паспорта и идентификационного кода. Кстати, за копию, за ксерокс у нас деньги не взяли. И делают запад на одержание ведомости оперативно-довидковой картотек МВС Украины. Правда, они дали нам еще один какой-то документ без названия и вообще без каких-то реквизитов. В общем, нас отправили в банк. Куда мы, собственно, и направляемся? В ГП-документ нам отказались называть какие-либо суммы. Более того, на вопрос, сколько стоят их услуги, мы получили ответ, что нас это не касается. Сюрпризы нас ожидали уже в банке. Ну, во-первых, оплатить оформление загранпаспорта можно только в одном единственном отделении Брокбизнесбанка на Преображенской. Любые другие варианты не принимаются. Во-вторых, в банке мы узнали, что оформить заграничный паспорт в Одессе стоит 650 гривен, что в два раза дороже заявленной Государственной миграционной службы суммы. Здравствуйте, мне нужен загранпаспорт за 30 дней. Так, пожалуйста, я могу получить какое-то описание, за что я плачу 650 гривен? Да, у вас тут будет, там все будет написано. Где? Как мужчина оплачивал, сколько он не оплачил сразу, а оплачу сейчас, если ему это стоит. 120 идет паспорт, 50 вот этот вопрос, 170 услуг, 875 услуги. Какие? А, Вера? Ну, и 60 гривен справка не судимости. Хорошо, за услуги, да, по документам я что-то плачу? Да, конечно, вот за вот это вот. Да, вы оплачиваете 60 гривен справка не судимости, 170 или 120? А за бланк? 120. 120, а по закону, по суду бланк не является моя собственность, является собственностью государства. Почему я должна платить за него? То есть вы не принимаете? Хорошо, спасибо. Взять мои документы в отделении Брокбизнесбанка попросту отказались. Вместо этого меня отправили к начальнику. После беседы с господином Пасулько я узнала, что половина платежей вовсе не обязательны. После разговора с одним из начальников миграционной службы сложилось впечатление, что ответственные чиновники не совсем понимают, что от них хотят простые одесситы. Нам предложили поинтересоваться на сайте миграционной службы, сколько стоит оформление заграничного паспорта. Что мы и сделали. Там четко прописана сумма в 377 гривен 15 копеек. А вот получить ответ на простой вопрос, почему в Одессе эта цифра умножена на 2, нам так и не удалось. А чем в Одессе 650? А что 650? Ну мне сказали, мне назвали сумму 650 гривен. Ну может быть, страховка, услуги документов, что вам будут оказывать... Страховка не является обязательной. Это не обязательно. Я же не говорю, ну может быть, откуда я знаю, может быть. Вы заявите, что я хочу то-то, то-то и то-то оплатить, пожалуйста. Я заявила, мне сказали идти к вам. Не обязательно, если вы знаете, что вам надо платить, то вы оплатите. То есть я оплачиваю только то, что я... Только то, что вы хотите, а остальное не касается банка. Так что, дорогие одесситы, не стоит бездумно отдавать свои кровно заработанные. Поинтересуйтесь, за что и кому вы платите немалые на сегодняшний день деньги. Ведь получить все необходимые документы и справки вы можете на Софиевской 20, в отделении адресно-справочной работы. На оформление необходимого запроса уходит не более трех минут. Более того, все услуги абсолютно бесплатны. Только что я сэкономила более 100 гривен, потратив всего 10 минут своего времени. Итак, подведем итоги. Сумма в 650 гривен, которая требует в Одесском управлении государственной миграционной службы, не оправдана, а главное, незаконно завышена. Вы не обязаны оплачивать большую часть платежей. При желании все документы, включая фотографию, вы можете сделать сами. Почему столь интересная схема не заинтересовала прокуратуру и не является коррупционной, вопрос, в котором еще придется решить. А пока, дорогие одесситы, не стоит дарить предприимчивым чиновникам свои деньги. Требуйте выполнения своих конституционных прав, и тогда вы сэкономите семейный бюджет.